всем привет на связи мамкин немец решил записать отдельное видео с примером поиска жилья в германии самого начала хочу предупредить что нужно разделять терминологию есть социальное жилье это пустующее жилье выделяемое на сдачу нуждающимся и жилье по сниженной цене которое можно снять под оплату job-центром или социалом там для поиска постоянного жилья в местности в которой проживаете нужно учитывать некоторые критерии это квадратура квартиры на всех членов семьи и стоимость квартиры в месяц так как сумму аренды квартиры за вас будет оплачивать одна из структур job-центр или социалом все эту информацию можно найти в интернете написал поисковый запрос к д у и ваш город к д у это костендер унтеркунт переводится как стоимость жилья к примеру к ду коблинс ищем сайт в основном эта информация на сайте job-центр находим табличку в которой написаны требования в этой табличке есть количество человек которое может быть прописано квартире квадратура для такого количества человек тут нужно учесть что если квадратура найденной квартиры будет меньше чем указано в табличке жилье вам не подтвердят до немцы очень серьезно относятся к требованиям жилью если для вашей семьи положено 90 квадратов то меньшей квартире вам будет проживать неудобно ее вам просто не подтвердят также к количеству комнат это следующая колонка германии каждому ребенку положено своя комната дальше идет кальт мит и это холодная аренда то есть просто стоимость квартиры которую получает арендодатель без коммунальных платежей вот именно по этой сумме вам необходимо перелопатить кучу объявлений и найти ту которая соответствует этой цифре дальше идет раздел небен костын эта плата за все коммунальные платежи кроме электричества электричество и интернет вы оплачиваете сами дальше идет хайдс костын это отдельная плата за отопление все это а именно холодную аренду небен костын и хайдс костын вам будет оплачивать государство лице job-центра или социаланта также учитывайте что если цена чуть больше разрешенной не стоит думать что вы сможете доплатить недостающую сумму денег сами вам будут платить помощь которая предназначена для нормальной жизни а недоплат за квартиры не любой job-центр разрешит доплачивать недостающую сумму из социальных выплат будьте очень осторожны в этом вопросе также следует учесть что в объявлении не должно быть фраз не под оплату job-центра самый популярный сайт для поиска жилья в германии является ebay кляйна инцайке заходим на сайт заходим в раздел и мобили что означает недвижимость и дальше митворнген что означает аренда квартир учитывайте все эти факторы при поиске квартиры мой вам совет не ищите квартиры больших городах ищите в маленьких деревушках транспорт германии не проблема и вы легко сможете доехать в нужное вам место согласно графика смотрим объявления переводим google переводчиком и ищем подходящий нам квартиры сравниваем вот эти цены с нашей табличкой к ду и ищем подходящие пишем стандартный ответ на объявление переводим переводчиком на немецкий и отправляем автору объявления напишите что вы семья из украины напишите в каком составе и очень нуждаетесь квартире с оплатой job-центра или социалом то сразу предупрежу отвечают на эти письма очень плохо с 20 объявлений могут ответить на одно и то не факт но германия большая страна продолжайте искать также объявления можно поискать на других сайтах таких как эти ссылочку и оставлю в комментариях также советую найти группу украинцев вашей местности в телеграм и смотреть объявления там если видео было полезным поставьте лайк мне будет приятно что мои видео кому-то помогает и удачи в поисках не переключайтесь